Здравствуйте! В эфире передача День за днём. С вами в студии Алина Сазонтова. 21 сентября общественность празднует Международный день мира. С 2002 года он ежегодно отмечается как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Ну а что интересного произошло в нашем городе, узнаете прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. 75 лет назад фашистский сапог перестал топтать нашу смоленскую землю. Весногорцы почтили память советских летчиков. Я лежу в этом отделении, мне нравится, меня вылечили. Я иду домой спокойно. Пациенты отметили изменения в инфекционном отделении медсанчасти. Мы надеемся, что этот зал будет радовать вскоре своим внешним видом наших гостей. Зал спортивной детской школы наконец-то обновится. Чтобы граждане знали, что в любое время и днём, и ночью они могут обратиться к полиции, им расскажут, помогут. Порядок в городе всегда под контролем. 25 сентября наш регион будет праздновать юбилейную дату – 75 лет со дня освобождения Смоленщины. В преддверии этого праздника мы вспоминаем погибших бойцов и поздравляем тех, кто дошёл до этого дня. По всей территории области установлены памятники героям, самоотверженно ковавшим оружие победы. Есть такой памятник и в деревне Новое Сыркаренье Росфольдского района. Торжественный митинг посетила наша съёмочная группа. В этом году вместе с ветеранами, школьниками, духовенством и руководством сельского поселения Новое Сыркаренье могилу лётчиков посетили представитель муниципального образования Росфольдский район Александр Мамонтов, депутат горсовета Николай Фомин, заместитель главы Десногорска Антон Шестеряков. На митинге царила атмосфера, пропитанная духом патриотизма и истории того времени, когда советские воины отдали свои жизни за нашу свободу. «Мы должны это всё помнить. Мы должны передавать эту эстафету подрастающему поколению, так как передаётся эстафета шефства за данной могилой лётчиков. У нас был куратор этого объекта, скажем так, ЦЭМ, сегодня этим занимается, а у Атомтранс. Большое спасибо им, большое спасибо жителям поселения». «Мы с вами должны помнить, помнить их подвиг, помнить подвиг тех миллионов людей, которые отдали свои жизни, чтобы мы с вами жили под свободным и мирным небом». «Мы должны помнить свою историю. Спасибо, что вы не забываете про это место, что вы сюда приходите». История о погибших лётчиках передаётся из поколения в поколение. В 41-м году местные жители увидели за деревней сбитый немцами горящий самолёт, а в нём двух мёртвых лётчиков. Их третий товарищ израненный, но живой, был отправлен в госпиталь села Якимовичи. По дороге он умер, так и появилась на сельском кладбище могила лётчиков. «В нашей стране нет ни одного населённого пункта, ни одного места былых сражений, где бы не был установлен памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Этот обелиск был установлен работниками ЦЭМа 4 мая 1985 года, как раз к 40-й годовщине Великой Победы». И вот уже прошло ровно 33 года с момента открытия памятника. Тогда в возведении обелиска принял участие и ветеран Великой Отечественной войны Андрей Никонорович Седько. «75 лет назад фашистский сапог перестал топтать нашу смоленскую землю. За время оккупации, а это было 700 с лишним дней, мирных жителей на Смоленщине погибло 547 тысяч человек». В заключении мероприятия все собравшиеся выразили своё уважение к погибшим минутой молчания и возложили цветы к монументу. Каждый человек, уходя из мира живых, надеется, что его близкие и родные будут хранить воспоминания о нём, как он, в свою очередь, хранил и передавал память о своих предках детям и внукам. Благодаря этому складывается наше будущее. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Лучшие педиатры и неонатологи региона приехали в Смоленск на образовательный форум. В детской областной больнице прошла конференция, организованная региональным отделением Союза педиатров России. На форуме обсудили вопрос качества жизни и уровень здоровья населения. К основным показателям качества жизни смолян отнесли уровень оказания медицинских и социальных услуг, качество питания, комфорт жилья, образование и культуру. Приглашённым гостем на конференции стала член Совета Федерации Людмила Козлова. Инфекционное отделение медсанчасти – одно из важных подразделений, от работы которого зависит здоровье десногорцев. В последнее время от жителей города поступало много нареканий по поводу его внешнего вида. Наша съёмочная группа решила разобраться в этом вопросе. Подробности в специальном репортаже Светланы Разгановой. Как выяснилось, неприглядный вид действительно был. Но сейчас ситуация, как говорится, медленно, но верно меняется к лучшему. Для справки, в 2012 году в нашей медсанчасти была проведена модернизация. Закуплено новое медицинское оборудование и отремонтированы подразделения. С тех пор средства на ремонт не выделялись и все работы ведутся исключительно собственными силами. В плановом порядке очередь дошла и до инфекции. На данный момент полностью отремонтированы уже две палаты. Покрашены стены, побелен потолок, приведены в порядок санитарные комнаты. В каких-то палатах ремонт ещё идёт, а какие-то только ждут своей очереди. И вопреки слухам о том, что отделение разваливается и находится в полном упадке, его состояние сейчас можно назвать вполне удовлетворительным. Да и пациенты довольны и отмечают улучшения. Сейчас инфекция стала лучше даже в детской, потому что в детской тоже где-то свои. Все-таки нюансы маленькие есть. Абсолютно нормальная больница. Я не вижу, что разваливается. Обеды, завтраки, всё, лечение, капельницы. Я лежу в этом отделении, мне нравится, меня вылечили. Я иду домой спокойно. Руководство медсанчасти обещает полностью закончить ремонт отделения в течение года, а пока просит пациентов проявить терпение и понимание. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Десна ТВ. Детско-юношеская спортивная школа Десногорска открыла свои двери в далёком 1985 году. С того времени спортивный зал ни разу не ремонтировался. Изменения начались только в этом году. Наша съёмочная группа проверила, как продвигается долгожданный ремонт. На одной из встреч главы города с представителями спортивной школы был поднят вопрос о необходимости проведения работ по обновлению внутреннего вида учреждения. Андрей Шубин прислушался к просьбам и взял на себя все организационные вопросы. Финансовую поддержку в размере более 1 миллиона рублей оказали концерны «Росэнергоатом» и «Смоленская атомная электростанция». Администрация города провела аукцион, по итогам которого был исполнитель работ. Им оказалась смоленская подрядная организация «Альянсстрой». Ремонтные работы начались со спортивного зала. В текущий момент идёт покраска стен и потолка. В планах также отремонтируют трибуны, административный корпус и коридор. Подрядчики обещают сделать ремонт качественно и в срок. Двери нашего спортивного зала всегда открыты не только для наших ребят, которые посещают спортивную школу, а также для воспитанников детских садов, учащихся школ города, для гостей нашего города. Здесь организуют соревнования и при поддержке Смоленской атомной станции, различные соревнования городские. И мы надеемся, что этот зал будет радовать вскоре своим внешним видом наших гостей и наших ребят. Дети смогут приступить к занятиям в обновлённом спортзале уже в конце октября. Виталий Волков, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. На Смоленщине проходят масштабные соревнования сил специального назначения Росгвардии. В одном месте собрались более 400 силовиков со всей России. Соревнования проводятся в рамках программы подготовки антитеррористических подразделений. В течение недели они показывают свое мастерство в стрельбе, физподготовке, военной топографии и нейтрализации условных преступников. Все этапы максимально приближены к реальным условиям. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС привлекались для проведения работ на территории муниципального образования. По вскрытию дверей один раз, по оказанию помощи скорой пять раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 724 сообщения. Из них 293 ложные. Поступила эта работа на шесть просьб от населения. Сотрудники полиции и их добровольные помощники собираются вместе, чтобы доложить о готовности и нести службу по охране спокойствия в городе. Мы расскажем вам об этом мероприятии. 20 сентября возле администрации прошёл совместный инструктаж полиции, сотрудников добровольной и народной дружины и казачества. Такие инструктажи у нас в городе проходят один раз в квартал. Со стороны полиции присутствовали сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковые уполномоченные, специалисты инспекции по делам несовершеннолетних и кадрового аппарата. Для всех участников уточняются задачи на предстоящее дежурство и доводится необходимая оперативная информация. Руководители подразделений проверяют внешний вид сотрудников, наличие документов, нагрудных знаков, обеспеченность форменным обмундированием, осматривают служебные машины. Сотрудники патрульно-постовой службы отрабатывают приёмы борьбы. Руководство полиции и администрации наградили казаков и дружинников благодарственными письмами за помощь в организации правопорядка во время празднования дня города и выборов в региональную думу. Начальник отдела полиции по Десногорску Юрий Грищин рассказал, с какой целью проводятся такие мероприятия. Данные мероприятия проводятся в целях популяризации. Мы привлекаем сотрудников, дружинников, казаков для охраны общественного порядка на территории обслуживания города Десногорск. Чтобы граждане знали, что в любое время и днём, и ночью они могут обратиться к полиции, им расскажут, помогут и направят их на правильные и праведные дела. Чтобы жители ночью спали спокойно. А мы их будем охранять. Совместные инструктажи направлены на формирование положительного мнения о действиях органов внутренних дел, повышение их авторитета, привитие профессиональных навыков и высоких моральных качеств сотрудников полиции, а также поддержание образцового внешнего вида и строевой выправки. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. На сегодня это вся информация. Всё самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desna.defis.tv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова